Привет всем, вы на канале Days in Tart, и это тот самый обзор про игры бесплатные Epic. Поехали. Я буду просто смотреть свои геймплеи и немножко рассказывать. Так, здесь ничего интересного вначале. Рассказываю, I am a Morious, почему, вот, про первую игру, которая здесь была на экране. Рассказываю, про что это игра. Здесь ничего интересного в моем прохождении. Рассказываю, здесь очень много душевных вещей. Например, вы подходите и читаете статуи. Тут все зациклено на то, что тебя она будет мучить в плане этих статуи. Написано, куда надо идти, что делать. На первый раз с людьми поговорите, и они говорят, что тебе делать. Это немного выбешивает. Графика в этой игре очень классная. Так, у меня все-таки глушат немножко звуки. Я даже еще тише сделаю. Ну, типа, когда я говорю, она меня перебивает сама по себе из-за звука. Ну, может, не сильно атмосферно выйдет, если... Короче, здесь я еще баловался, что-то происходило неинтересное. Вот, типа, она берет факел, и происходит такая мудель. Вау. Короче, проще говоря, игра классная, она атмосферная. Мне нравится в этой игре вообще, как происходит полет. Смотрите. Я здесь учился летать. Да, вот здесь я змея, найти Дайну и поговорить с ней. Она расскажет, что делать дальше. Смотрите. В этой игре очень приятно летать. Рыжки превращения. О, блин, я летать умею. А че за круто. Ебать. А, эй, эй. Наклон влево? В смысле? Короче, я не знал, где Дайна, куда я лететь. И вот, смотрите, 14 минут, да? Я пролетел всю карту. Прошло уже 10 минут. Еще минут... Короче, 30 минут я просто разбирался, куда идти. Вот, нашел Дайну в каком-то... В самом начале карты. Оказывается, я был в самом конце карты. Дофига-то прочитал сюжетного. И они тебе говорят по сюжетке, куда идти. На северный запад, на северный восток. И ты такой, куда? Смотришь на свою карту сверху, идешь туда. Но не всегда понятно. Это очень хорошо. Надо знать язык, если ты... Там есть язык, который вы не понимаете. Это же... Ну, кстати, русский есть, английский есть. Это приятная фича. И это атмосферная игра, чтобы отдохнуть. Давайте дальше. Еще одна игра была бесплатная. Это Stranger Things. Сейчас я найду. Чуть-чуть. Долговато, правда. Ой. Ой, это Borderlands. Не то. Рассказываю. У Stranger Things нету, к сожалению, русского языка. Но игра сама по себе интересная. Если вы любитель 2D игр, где надо ходить, читать историю. Ну, тут историю можно проскипать, как я. И просто идти прокачиваться и убивать. Но... И не уменьшу, конечно. Быстро переводить задний вход. Вот. Типа, и... Тут, если вы не знаете английский, вы будете так же тупить, как я. Я полчаса не понимал, что здесь делать. Но тут написано, типа, надо ставить на 2 плаката. На 2 больших плаката. Сюда и сюда. И я такой... Прогулялся. А потом только понял. Тут ничего. Интересно, а тут ничего. Тут, кстати, в большинстве случаев приходится много ходить и разбираться. Вот. И собирать какие-то предметы. Она тебя просто берет и заставляет. Вот здесь я вообще не понял, что делать. Я минут... Просто минут 20 убил на то, чтобы разобраться. И я хотел каждый стрим под часу сделать. Меня настолько заебало, что я просто... На 36-й минуте сказал. Бля, игра, ты мне задолбала. Я прогулял все, что возможно. Сломал все, что угодно. Ну, и так и не нашел ответ, куда мне идти. И третья игра, которая сегодня была в обзоре. Но она уже более-менее... Вообще-то платная. Это Borderlands 3. Мне она полюбилась сильно. И я ее буду стримить очень часто. Ну, показывать я не буду, потому что в этом нет смысла. Так, это был обзор бесплатных игр недели на 28 июня. Спасибо за внимание. Всего хорошего.